Всем привет! Это Hi-Fi Stereo.org. Выкуп аудиотехники Hi-Fi. Сейчас хочу сделать видео о наличии работоспособности колонок радиотехника. Точнее, это даже не радиотехника, это SuperSound S400M. В принципе, они похожи на те же S90, но это совсем не S90. Тут все динамики абсолютно другие, совершенно другие динамики. И совершенно другое качество звука. Сейчас подождем, когда шумная песня закончится. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие вот колонки, такие динамики совершенно очень сильно отличаются от того, что было на радиотехнике. Качество звука. Меня приятно удивило. Колонки, ну понятно, что с таким сильным низкочастотным оформлением. Тут звук очень и очень энергоемкий. Очень прикольно слушать будет винил. По уровню качества и качеству подачи, в принципе, колонки вполне могут конкурировать со спиндорами 100R2. Почему я могу сравнивать со спиндорами? Казалось бы, спиндор колонки классом выше, чем эти радиотехника или супер саунд, как это сейчас называется. И дешевле спиндоров, наверное, в 5 раз. Однако, надо понимать, это все производства дешевые. И с другой стороны, эти колонки все-таки соответствуют классу Hi-Fi. И у них очень сильное, очень мощное низкочастотное оформление. А вот спиндоры, у них, спиндор сотка, у них, как бы, корпус, конечно, получше сделан. Но они тоже концептуально, это винтажные крупные полощники огромные на большом низкочастотном динамике. И концептуально там низкочастотное оформление близкое вот к этим колонкам. Конечно, спиндоры, наверное, все-таки лучше, во многом лучше, чем эти радиотехника, как тут написано, супер саунд. Но у спиндоров, что-то там какие-то вопросы со средними и с верхними частотами. Вот. Подача по низам очень хорошая, но с верхними и средними частотами там вопросы большие. Вот. И для колонок с таким сильным именем, как спиндор, и с таким огромным корпусом, и с такой дорогой отделкой, и с такими дорогими наполнениями там по кроссоверам, стоимость в 10 тысяч долларов за новое в магазине, это довольно низкая цена. Вот. То есть, в принципе, по всем факторам, спиндор – это колонки с вопросом. Спиндор, сотка, R2. Я не говорю про другие спиндоры, там, про всякие маленькие, узкие, там, современные колонки, там, или полочные. Я говорю вот про спиндор сотка, или двухсотка, потому что у сотки именно это колонки такие специфичного дизайна, инжиниринга. Они выполнены именно в винтажном стиле. Спиндор – это именно, вот спиндор сотка – это винтажные колонки, хоть и не иного выпуска, но они сделаны в соответствии с требованиями любителей вот винтажной техники. Вот. И поэтому там вот есть вопросы с верхними и средними частотами. На мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться. Вот. И на фоне этих спиндоров за 10 тысяч долларов, вот, есть эта радиотехника, которая стоила, насколько я понимаю, где-то там, 2 или 2300, 2500 долларов. Вот. На мой взгляд, у них качество звучания по верхним и средним частотам, ну, наверное, на уровне этих спиндоров. Вот. И плюс – низкочастотное оформление, очень-очень сильное, очень-очень развитое низкочастотное оформление. И большой корпус. Но это уже напольные колонки считаются, у них ножки на шипах. Металлические стальные шипы. Вот. То есть, по всему вижу концептуально эти колонки, ну, как те же спиндоры или другие всякие там винтажные редьюсы. Какой-нибудь винтажный редьюст, если взять, типа вот тех же спиндоров, все-таки, я не сейчас на память не вспомню, какие там еще бывают перевыпуски. Всякие там концептуально-винтажные исполнения современные. Но вот это что-то такое похожее. Вот спиндор. Потом есть такие колонки, точнее были, техникс 38-е. Огромные такие почтовые ящики, совершенно уродские, убогие колонки. Вот. Но я их здесь включал, слушал на высококачественных программах, даже с тем же убогим техниксом, 900-м усилителем, со стрелками. Блин, колонки звучали просто охренительно. И запас, ну, при том, что они стоят копейки. Рыночная цена там 25-35 тысяч на вторичном рынке. Ну, они же не выпускаются уже давным-давно. Колонки 90-х годов, их в принципе-то нельзя сравнивать. Почему вспомнил техникс 38-е? Потому что там тоже стоят 4 динамика и небольшой, как здесь, 20-сантиметровый низкочастотный динамик. И огромный ультра-нижнечастотный динамик. По-моему, 15 дюймов в техниксах. Вот. И они хоть и дешевкие, хоть у них и корпуса там маленькие, такие легкие, они килограмм в 11, что ли, весили. Огромные такие колонки. Вот такой же высоты, как эти, радиотехника. Но там динамики еще и больше, и просто сами корпуса огромные. Весили всего что-то 11 или 13 килограмм, что-то такое. Вот. Но по звуку, в принципе, нормально. Хоть и уродские, но, блин, включал, звучали нормально. И громкость выкручивал. То есть там прямо разрывающий такой звук. Огромные децибелы разрывали. Но без нагрузки, без болевого ощущения на ушах. Вот. А если запускать высококачественную программу на хорошем усилителе, даже не на техниксе 900, а на каком-нибудь хорошем, действительно высококачественном усилителе, то звук тоже очень хороший, качественный показывает. Вот. Но эти колонки намного лучше, чем те же техниксы. То есть, в принципе, я думаю, эти колонки и люди с деньгами, которые покупают хорошие, дорогие хай-фай-компоненты, типа спиндоров и все такое, ну, в принципе, тоже могут взять и послушать. Потому что все-таки, все-таки колонки нормальные, звучащие и достойные. Это не то, что вот из бывшего соцлагеря я там вот брал колонки Эстонии недавно. Как они там называются? Что-то какие-то там 116-е наполненькие. Аудэс. Какой-то М116. Не помню, как называется. Блин, вообще слушать невозможно. Отделку сделали круто. Все, динамики вроде и цивильные стоят, а звук, ну, просто никакой. Просто слушать невозможно. Но чисто менеджеры занимаются там производством колонок. Здесь видно, вот в этих суперсаунд радиотехника, видно, что колонками занимались. Корпус, да, простенький. Потом вот эти вот смешные фильтры стоят прямо на колонках с крутилками. Индикация перегрузки. Смешно, конечно, да. Привет из 80-х. Но динамики совершенно солидные. Подвесики эластичные. Вот, прямо вот здесь поплотнее. Ну, вот динамик чувствуется низкочастотным. Тяжелый такой этот самый диффузор. Здесь подвес более мягкий, более эластичный. На этом, на низкочастотном. Вот на среднечастотном вообще нежный подвес. Но он практически, он не двигается, не вибрирует. Он только среднечастоты отрабатывает. Ну, и высокочастотник текстиль. Уж не знаю, какой там фирмы, какого исполнения. Но, на мой взгляд, все очень хорошо на этих колонках. За свою цену они, в принципе, уплощенные деньги, они оправдывают до копейки все. И, что приятно, зеркальные симметричные колонки. То есть, видите, на разной стороне расположен фильтр и динамики. То есть, правильно все ставится, все правильно сделано. Сзади коннекторы никакого тут биваринга нет. Просто вот такие вот клеммы. Стандартные металлические клеммы. Я вот ставлю бананы. А, радиотехника написана. Вот, написано радиотехника RRR. Made in Latvia. Ну, хорошо, все правильно. Music Power 400 Ватт. 4 Ома сопротивления. Ну, прикольно. Полоса частот. Правая, написано вот, правая. Разделяются они по гендеру. Левая, правая. Ну, о чем мы ранее сказали. То, что вот симметричные колонки, зеркальные. Так, окей. Давайте громкость немножко добавим. Ну, вот, бас. Прямо внутрь проникает. Вот, как табуфер. Прямо мощный, очень энергоемкий звук. А динамики не двигаются, не шелохнутся. Но потому, что все грамотно правильно сделано. И звук все слышно. Стереоэффект. Ничего тут не перегружено. В общем... Так, в Телеграме там кто-то меня хочет... Ладно, буду видео заканчивать, потому что и так уж затянул. В общем, в принципе, думаю, могу колонки рекомендовать. Если попадут с кому намного дешевле, ну или сколько-нибудь дешевле, я думаю, можно смело брать. Я-то постараюсь продать за такую нормальную рыночную цену. Вот. В принципе, думаю, колонки, если получается взять за недорого, ну, могу рекомендовать. Мне, в принципе, колонки понравились. Грили вот есть. Сторонки стоят целые. Не помню, по-моему, забыл сфотографировать. Ну, ладно. Потом сфотографирую. В общем, ладно. На этом видео буду заканчивать. Наговорил я тут, как обычно, бреды всякого. Болтология и чушь. Вот. Заканчиваю видео. Кому интересно, пожалуйста, приобретайте. Путем обмена или просто за наличку. На обмен разные штуки могу рассмотреть. Вот. Ну, за внимание спасибо. До свидания. На связи.